В спорткомплексе «Алинг» на прошедших выходных было многолюдно. Своё мастерство в состязаниях демонстрировали каратисты Краснодарского и Ставропольского окраёв, Карачава-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Первенство Лобинского района и Кубок Краснодарского края по карате Кё-Кусынкай были проведены в память о Герое России Игоре Валерьевича Марьинкове. Спортсменов приветствовали почётные гости соревнований. Глава района Игорь Чигаев, глава города Алексей Матыченко, руководитель Ассоциации «Альфа Краснодар» Краснодарского края Геннадий Жмёткин, председатель Лобинского общества ветеранов силовых структур Павел Калашников, руководитель клуба «Альфа» Лобинского района, подполковник ФСБ в отставке Евгений Шестопалов, дядя Игоря Марьинкова, ветеран войны в Афганистане Сергей Марьинков, ветераны-интернационалисты, депутаты и другие. С приветственным словом к гостям и участникам состязания обратился глава района. Игорь Чигаев отметил, что память о герой-земляке будет всегда жить в сердцах лобинцев. Для многих молодых людей он является примером. Мне очень приятно видеть столько молодых ребят и девчат, активных, с горящими глазами, в хорошей физической форме, чтобы мы должны с вами не словами, а делами показать, что мы достойное поколение. И наши герои не зря нам завоевывают свободу, спокойствие и возможность развиваться во всех направлениях. Поэтому каждый из вас должен выложиться на 100%, показать свою силу воли, показать свой стержень и характер, для того, чтобы ни у кого никогда не было сомнений, что будущее поколение – это сильное поколение и целеустремленное. И я рад приветствовать всех наших гостей соседних регионов. Поэтому мы должны всегда быть дружными, мы должны быть всегда едиными, вне зависимости от национальности, от вероисповедания. И тогда мы будем оставаться веками по-настоящему непобедимыми. Перед началом соревнований знаменная группа молодежной организации «Вятич» имени героя России Игоря Марьинкова из города Одинцова Московской области внесла знамя клуба «Вятич» и выступила с показательными выступлениями. Для всех участников первенства главные спортивные принципы – это единый дух, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях. Соревнования по киоку-синькай проводились по двум дисциплинам – ката – выполнение комплекса упражнений и кумите – контактный бой. Лобинскую команду представляли спортсмены школы «Игиноборств». Я занимаюсь уже давно, уже 10 лет. Я иду по дороге по своей, иду дальше, и дальше, и дальше. Поэтому для меня, как и все остальные соревнования, эти тоже очень значимы. Эти соревнования нужны для воспитания себя. Я очень хотела попасть на эти соревнования, так как именно эти соревнования мне помогут в дальнейшем. То есть я с этими соревнованиями наберусь опыта, как можно больше. Я попробую выиграть. У нас детки очень долгое время выступают, очень часто у нас проходят соревнования. Для них это очень важно, потому что они прославляются на этом турнире, они поднимаются, сама оценка. В первый день в соревнованиях кота принимали участие 73 спортсмена. Во второй день в боях участвовали уже более 170 человек. В командном зачете город Лобин занял третье место. Детям это, во-первых, проверка их способностей, они что-то делаются, им нужно проверить свои возможности, на что они способны. И как раз соревнования это является как бы тестом. Лобинск у нас команда, 20 с лишним человеком. Наша школа единоборств, в которой как раз Игорь Валерьевич учился, и заучен был в этой школе. Позже делегация гостей спортивного мероприятия отправилась на площадь Победы к Аллее Героев. К мемориальной доске Игорю Мариенкову возложили цветы. Наталья Твиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алабам».